Привет! Мы знаем Аргентину в основном из-за Месси или Марадонны, но я предлагаю вам чуток детальнее узнать эту страну. Начнем с названия этой страны, а походит оно от слова Аргентум, что происходит от латинского названия серебра Аргентум. А прозвали эту страну так, ведь она богата на залежи серебра. Площадь этой страны составляет 2 миллиона 780 тысяч квадратных километров, что и делает ее второй по величине страной в Южной Америке, после Бразилии, конечно. И восьмой по величине в мире. Голубой цвет во флаге Аргентины означает рекула плата, а белый – серебро. Официальное название Аргентины – Аргентинская республика. А само название Аргентина было официально принято в 1860 году. Байонос-Айрес – столица Аргентины, является одним из крупнейших городов Латинской Америки. А в 1862 году Байонос-Айрес была названа столицей Аргентины. Площадь Байонос-Айрес составляет 203 квадратных километра. Например, площадь Киева составляет 839 квадратных километров. По сравнению, Байонос-Айрес не такой уже большой город. Байонос-Айрес считается родиной танго. Разговорный язык в Аргентине – это испанский. Но, несмотря на это, испанский не является официальным языком Аргентины. Хотя в Аргентине насчитывается более 40 разговорных языков, среди которых распространены английский, итальянский, арабский, немецкий и идиш. Аргентина, как и США и другие страны, считается нацией иммигрантов. В конце 19-го – начале 20-го века в Аргентину эмигрировало более 6,6 миллионов человек, большинство из которых из Испании и Италии. Также прибыло много французов и немцев. 95% людей в Аргентине имеют европейское происхождение. Большинство людей в Аргентине – христиане. В Аргентине находится самая широкая река в мире – Рио-де-Ла-Плато с максимальной шириной в 219 километров. Аргентина производит одно из самых известных мировых вин – Мальбек. В 2004 году страна экспортировала более 159 тысяч тонн, что составило 2% мирового экспорта вина. В среднем же житель Аргентины выпивает около 10 литров чистого этилового спирта за год, что ставит Аргентину на 44 место по количеству употребляемого алкоголя на человека. Аргентина является одним из крупнейших производителей и экспорта говядины в мире. Скотоводство в Аргентине настолько развито, потому что там мягкий климат, который отличается высоким содержанием питательных веществ и плодородная почва. Также из-за вышеперечисленного страна, названная в честь слова «Аргентум», является одним из ведущих производителей сои в мире. Еще Аргентина является одной из крупнейших стран-производителей и экспортеров продуктов питания в мире. В стране более 86 миллионов акров пахотных земель для посева. Это примерно 12,8% от общей площади страны. Средняя зарплата в Аргентине составляет 1250 долларов в месяц, а ВВП на душу населения составляет 11 572 доллара. Аргентинский песо – это официальная валюта Аргентины, которая была введена только в 1992 году. Один аргентинский песо равняется 0,04 доллара, то есть 1 доллар – это 250 аргентинских песо. Самыми богатыми людьми в Аргентине являются братья Карлос и Алехандро Булерон, общее имущество которых доходит до 5,8 миллиардов долларов. Братьям принадлежит 40% компании Pan American Energy. Начиная с 16 века, а именно в это время началась колонизация местности испанцами, они были истреблены настолько, что сейчас составляют всего 1,6% от общей численности населения страны. И именно из-за испанских колонизаторов население нынешней Аргентины говорит на испанском. Вообще, стоит сказать, что аргентинский язык существует, но и он пошел от испанского. А на данный момент эти языки немного отличаются, можно сказать, что это своего рода диалект. Аргентина производит известные сорта винограда, включая Мальбек, Каверне, Савиньон и Шардон. В Аргентине проживают около 46 миллионов человек, из которых половина проживает в 10 крупнейших мегаполисах Аргентины, что делает ее бронзовым призером по населению в Южной Америке после Бразилии и Колумбии. Соседями Аргентины являются Чили, Боливия, Парагвай, Бразилия и Уругвай. В Аргентине находится самый широкий проспект в мире. Его название Авенида Нуэва де Хулио, а его ширина 110 метров. В Аргентине находится самый южный город в мире, Ушуайя, находится на острове Огненная Змея. Аргентина имеет одно из семи современных природных чудес света. Это водопад Игуасу. Игуасу это самый мощный водопад в мире. В сезон дождей расход воды составляет до 13 тысяч кубических метров в секунду. Из испанского Игуасу переводится как Большая Вода. Самые ранние зарегистрированные люди в Аргентине датируются эпохой Палеолита. Свидетельство этих древних людей является в Пещере Рук. Картина, написанная примерно 9370 лет назад. Эта же картина является самым древним наскальным искусством в Южной Америке. Уровень грамотности в стране составляет около 98%. Для сравнения, в Казахстане это число составляет 99,8%, в России 99,7%, а в Украине 99,8%. А еще в Аргентине распространена сиеста, то есть послеобеденный отдых, во время которого жители страны могут съездить домой и отдохнуть, либо же поспать прямо на работе, либо на учебе. В среднем в семьях Аргентины двое детей, а однополые браки были легализированы в 2010 году. А еще раньше в Аргентине развод был незаконным. Вы будете удивлены, но официальным спортом в Аргентине является не футбол, а пато. Это как баскетбол, но на лошадях. Аргентина – главное туристическое место в Южной Америке, а Байанос Айрес – наиболее посещаемый город континента. А как таковую идентификацию отпечатков пальцев было впервые принято в Аргентине. Ее совершил полицейский Хуан Вучетич в 1891 году. Первый анимационный художественный фильм был создан Аргентинцем Квирину Криштиану, а фильм называется «Эль Апостол». В Аргентине наибольшее количество психиатров на душу населения среди всех стран мира – 145 особ на 100 тысяч человек. Аргентинцы проводят больше всего времени для прослушивания радио и просмотра фильмов всех групп населения в мире. Средний аргентинец слушает радио от 20 до 21 часов в неделю. Идол контркультуры и кубинский революционер Че Гевара на самом деле родился в Аргентине. Больше аргентинцев пользуются общественным транспортом, чем водят свои машины. Учебный год в Аргентине начинается в марте, а заканчивается в ноябре. Аргентинцы выигрывают больше международных чемпионов по полу, чем любая другая страна. Самые ранние в мире растения были найдены в Аргентине. Песочники датируются 472 миллионам лет до нашей эры. Аргентинцы потребляют вторую по величине говядину на душу населения во всем мире, только будучи побежденными Гонконгом. Высочайшей точкой Аргентины является гора Аконкагуа, 6962 метра. Ну и последний факт, это факт о человеке, о котором я бы не мог не упомянуть, Леонель Месси. А хотя, что мне говорить, то, что Месси аргентинец, это уже невероятный факт, и вырос он, кстати, в городе Росарио. И если я начну перечислять все его заслуги, то на это нужно выделить отдельный видос. И если вы хотите увидеть факты и про Месси, то дайте мне об этом знать в комментариях. Что ж, я надеюсь, вы узнали что-то новое. Хорошей вам недели и пока. Пам.